Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня снова в гостях Антон Махновский, НЛП-тренер и YouTube-блогер. В этот раз Антон расскажет нам про социальную инженерию, газлайтинг, остальные виды шизофреногенных манипуляций и как от всего этого защититься. Также мы обсудим психологию эмоций и эмоциональную гигиену, и как не вестись на провокации и выходить из неинтересных вам споров. Если вы хотите поддержать подкаст, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой телеграм, чтобы точно быть уверенными в том, что мы останемся на связи. А теперь, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного вам просмотра и прослушивания. Вот если вернуться опять к техникам манипуляции, мы же не договорили, да, там еще, наверное, какие-то есть основные? Давай вспомним, давай вспомним. Мы говорили про незакрытые гештальты, про техники подвешивания. Мы говорили про расщепление, мы говорили про создание внутриличностных конфликтов, перегрузка подвешивания. Что еще можно сюда добавить? Можно, ну вот смотри, если, например, взять тему, которая называется шизофреногенные паттерны, туда входят все приемы психологического насилия, которые в том числе можно при желании отыскать и в медийке. То есть механики одни и те же, но если эти механики преломить на частный случай, допустим, мне нужно там расщепить другого человека, или другой человек на переговорах меня расщепляет, а мне нужно дать ему отпор. То есть если ты не знаешь, что такое шизофреногенные паттерны, тебя на довольно, ну, на серьезных переговорах тебя, ну, съедят. Какой бы ты умный ни был, тебя затушат, тебя расщепят, ты даже не сможешь принять решение или прочитать договор. Это джентльменский набор, который тебе важно иметь на переговорах, ну, для того, чтобы ты просто не уплыл. Потому что если против тебя хотя бы два человека, тебя могут расщепить, даже просто используя смолток. Если говорить про шизофренно-гидные паттерны, там их, по-моему, пять групп, исходя из принципа. Там же есть газлайтинг, например, я могу с тобой разговаривать и немножко изменять восприятие. Ты сейчас мои мысли прочитал. Да-да-да. Я как раз думал, может быть, задам сейчас вопрос про газлайтинг. Я не подожду и наверняка… Это частный случай. Он там расскажет. Если мы говорим про шизофренно-гидные паттерны, там есть механика, следуя которой, можно шизофренно-гидные паттерны сочинять самому, исходя из того, что тебе нравится. Например, довольно грубое применение газлайтинга, если я просто воспроизвожу в тебе симптомы шизофрении. Я говорю, что всё, что ты видишь, этого нет, а ты не видишь то, что должен видеть. И поэтому, наверное, с тобой что-то не окей, и давай я тебе помогу. Я надеваю на себя заботливую маску. Что с тобой? Что с тобой? А почему ты в фиолетовой майке? Ты же видишь, что она фиолетовая? Ну, присмотрись. Ну и так далее. И так далее. Это получается техника сведения с ума, грубо говоря, когда у тебя должны появиться сомнения в том, что ты адекватно вообще видишь. Да. Соответственно, если мы говорим про применение таких техник в полях, они, естественно, не такие грубые и очевидные, как вот мы сейчас прошлись. Если ты в целом изменяешь отношения, например, ты говоришь про что-то хорошее, а я на это реагирую, как будто ты сказал что-то плохое и так далее. На полутонах, то есть если я буду держаться ниже радаров, ты тоже будешь сходить с ума, но ты не увидишь, что это газлайтинг. Все эти шизофреногенные паттерны можно применять, важно применять, важно научиться применять грубо для того, чтобы ты научился видеть полутона, когда тебя травят. Потому что в отношениях тебе могут, знаешь, бомбардировать тебя любовью, ты хороший, ты такой-такой-такой-такой, раз, немножко яда, а почему ты такое сделал? И опять дальше, и смотрим на твою реакцию. Если тот человек, который сводит тебя с ума, находится ниже радаров, он как бы сначала становится твоим другом, он легализует все, что он говорит для тебя и начинает по чуть-чуть капать ядом, ты не заметишь, ты не скажешь, а-а-а, это газлайтинг, я смотрел фильм с 44-го года, я видел, ах ты какой абьюзер, нарцисс и психопат и так далее. Нет, на практике ты никогда не увидишь, ты и никогда не докажешь, что это было. Человек просто скажет, что, ну, это мои реакции, что ты загонишься, что такое душу. Да, вот слушай, по твоему опыту интересно, газлайтинг это чаще реально неосознанные люди газлайтят или чаще все-таки целенаправленные? Смотря где, то есть на переговорах, особенно про большие деньги, это уже неосознаваемая компетенция, то есть кто занимается этими вещами? Люди, у которых есть собственные какие-то нарциссические травмы, которые по-другому общаться не могут, исходя из того, что они так устроены. Все остальные еда и должны быть съедены. Это патология. Это люди, например, которые просто научились и по-другому не умеют. Если мои родители такими были, скорее всего, я буду примерно так же пробовать выстраивать отношения. А может быть, просто по работе. Есть люди, которые в переговорах, просто исходя из того, что рядом с ними всегда люди такого антисоциального склада характера, склада личности, и они по-другому не разговаривают. Они обучаются вести себя только так. И ты приходишь к человеку, и через 10 минут ты считаешь себя ничтожеством, и ничего не соображаешь, и не понимаешь, как это получилось. Все шизофреногенные паттерны ты знаешь. А почему ты себя так чувствуешь, ты не понимаешь. Начинаешь приглядываться. Здесь он как-то интересно сыграл мимикой. Здесь он как-то в тебя включился. А здесь он паузу немножко выдержал и так далее. Ты начинаешь на полутонах это вычленять. — Ты сказал, газлайтинг — это первое из основных паттернов, да? — Я бы сказал, это один из последних. — И ты бы сказал, пять есть категорий, да? — Пять семейств, да. — Газлайтинг — это одно из семейств, да? — Да. Это семейство, основанное на разрушении обратной связи. То есть, как работает обратная связь. Я делаю вывод о своей адекватности, правильно я что-то или неправильно понял, по твоей реакции. Я завершаю кольцо обратной связи. Я, например, говорю что-то, и я вижу в тебе отклик, что ты понимаешь, с этим согласен. Я в тебя смотрюсь как в зеркало. А если ты будешь искажать этот ответ, если ты будешь встраивать туда другие реакции или, допустим, проваливать мои реакции, на которые я надеялся, я немножко начну сходить с ума. Я немножко начну… Ты будешь разрушать мою обратную связь. То есть, это, по-моему, пятое семейство, я сейчас их все не воспроизведу, наверное, которое основано на разрушении обратной связи. Если грубо по-другому, разрушение обратной связи, все, что ты видишь, не имеет значения, ты не видишь. Все, что ты понимаешь, ты ошибаешься. Все, что ты слышал, ты ошибся. Понимаешь, я убиваю все… Я дискредитирую все источники получения информации для тебя. И ты сейчас рассматриваешься, может, я действительно, плохая память у меня, может, еще что-нибудь такое… Прошлого нет. Все, что ты думал, у тебя было, это ты придумал. Все, что ты сейчас думаешь, это навязанная тебе чушь. Все твои идеологии, картина мира, это созданное другими людьми бред вообще и скорлупа. Просто ты не проверял, ты доверчивый. Все, во что ты веришься, на что ты опираешься, это ложь и так далее. Все, это вот пятый… Это тоже газлайтинг, он не такой грубый, он не такой видимый, как в фильме, как классика, как классическое применение. Но это тоже разрушение обратной связи, это тоже газлайтинг. Ты сходишь с ума, потому что ты не можешь доверять своим внутренним механизмам, своей психике себе, своему восприятию, своему мышлению, своим эмоциям. Ты что думаешь, ты сейчас спокоен? Нет, ты сейчас в депрессии и так далее. В смысле в депрессии. Ну я же-то вижу, ну и так далее. Это синдром психолога. Мы остановились, получается, пятое семейство газлайтинга и какие еще… Разрушение обратной связи, да. Ну дай попробуем с самого начала пойти. Давай с самого простого, это коктейли. Это совмещение несовместимого. Это могут быть коктейли из разных эмоций, это может быть все, что угодно, противоположное по направлению. Допустим, я говорю тебе, как я рад тебя видеть, а на уровне мимики я испытываю к тебе отвращение и так далее. То есть некая слоеная коммуникация. Два воздействия противоположных по направлению. Второй момент не то, подвешивание тебе. Например, я тебя прошу что-то сделать, и после этого сразу же тебе, осекая, говорю, не то. Скажи что-нибудь. Ну я тебя прошу, скажи что-нибудь. Как дела? Да не, не, подожди. Я имею в виду, скажи реально что-нибудь. Ну все, я понял. Вот заколебать можно кого угодно. Например, таким образом можно сильно обесценить сотрудников, когда он к тебе ходит и пытается выполнить по твоему ТЗ описанному задачу. Ты говоришь, ну как так может быть? Ну опять не то, ну посмотри, ну где ты учился и так далее. Обесценивание. Опять не то, не то, не то, не то. Человек перестает себе доверять, человек перестает себя, возможно, даже уважать, человек теряется. Например, третий вариант подвешивания. Я начинаю какую-нибудь историю, прерываю ее, начинаю другую историю, прерываю ее. Например, я говорю про прошлое. Представляешь, например, вспомни, как у вас проходил эфир с другим человеком. И обрати внимание, если ты подумаешь про свои будущие встречи, про свою будущую работу, про будущие эфиры, как ты себя будешь чувствовать. И обрати внимание, что ты чувствуешь сейчас, как ощущения. Я просто заставил тебя пережить опыт из трех времен. Прошлое, будущее. Если я буду 10 минут с тобой разговаривать, постоянно тебя перетаскивая в другое время, твои мозги сильно устанут, будут ватные мозги. Соответственно, я могу тебя таскать как по времени, так и по, например, метафору реальности. Я могу с тобой говорить как-то метафорически. Слушай, зашел, у тебя здесь как галерея. Например, в кафе «Вареничный номер один» заходишь, и очень много всего из… У нас здесь как будто бы «Вареничный номер один». Я жду от тебя какое-то подтверждение, а потом начинаю перетаскивать. Я, кстати, люблю «Вареничный». Ну, вареников-то у тебя здесь нет. Где вареники? Вообще, это же… и так далее. То есть, я сначала тебя погружаю в какую-то метафору, пользуюсь сочными метафорами, которые тебя затащат в диалог. Но для этого нам нужен просто диалог. В монологе-то не получится. Я начинаю тебя тащить в противоположную сторону, только когда я тебя уже включил в одной истории. Понял. Это всё одно семейство? Это третье семейство. То есть, первое – это два потока. Это коктейли. Второе – подвешивание. Третье – качели. Качели, например, можно намного проще сделать чисто мимически. Вот, например, мы сейчас сидим одинаково. Мы примерно друг к другу подстроены. Через какое-то время я, допустим, отвалюсь. И я подожду, как твоё тело будет на это реагировать. Если ты тоже отвалишься, я буду тебе делать противоход. Понял. И что бы ты по этому поводу не думал, если ты это не осознаёшь, если ты не регистрируешь, что я могу тебя так раскачивать, то, скорее всего, тебе немножко поплохеет. Или, допустим, я тебя включаю в какую-то интересную историю, но когда ты включился и ждёшь что-то от меня или начинаешь что-то с интересом рассказывать, я отвлекаюсь на телефон, начинаю там в телефоне. Да-да, мне интересно, говори-говори. Если вдруг тебе становится неинтересно рассказывать, и я к тебе возвращаюсь, так расскажи мне, что там было такого классного. Мне же так нравится, когда ты рассказываешь свои истории. Мне же так восхищает его опыт. Я опять тебя раскачиваю. Ты начинаешь чем-то делиться важным. И я от тебя отваливаюсь и начинаю опять как-то скучать и так далее. Это тебя сильно обесценивает. Какие ещё есть... И обычно для чего так делают, кстати? Вот так. Чтобы чего добиться? Просто какая цель? Слушай, на переговорах это номер один для того, чтобы ты был более заговорчивый, более глупый. И тебе легче... Уступки делать, да? Да-да-да. Понимаю. Я просто... Сейчас ты мне говоришь, я вспоминаю, как так делали некоторые подприниматели знакомые. Некоторые. С которыми я встречался, типа... И знаешь, что я замечал? Вот один подприниматель знакомый... Такой вот... Расскажите историю, ты скажи. Это типичность, очень типичная. Он, типа... Общаемся редко. Там, не знаю, раз в год. Он там говорит, давай встретимся. Я говорю, ну, почему бы нет? Тоже понимаете, в чем можно встретиться, переменяться опытно. Давай, типа... Ну, я спрашиваю, ты хочешь что-то конкретному? Или просто поболтать про жизнь? Ну, и про жизнь, плюс там советов тебя спрошу. Приходим на встречу, и, знаешь, человек начинает как допрос тебя устраивать. То есть, он видно... Я просто прихожу, знаешь, просто поболтать, а у него видно, он подготовился. То есть, знаешь, как будто он как консультацию у меня берет. Только это получается бесплатно, и под соусом, типа, давай встретимся как приятели. А на самом деле, он мне там, знаешь, я выхожу, у меня там 50 вопросов, у меня голова загрузилась. И при этом, да, знаешь, ты можешь начинать что-то рассказывать. И там я вот тоже замечал, он мне нужно взять, так, типа, ему неинтересно. Вот сейчас ты мне просто это рассказал, и я понимаю, что это похожи вот такие приемы. У многих уже про деформацию. Они не могут не разговаривать, например, не начиная с обесценивания. Сначала они даже в быту должны понизить твою самооценку, они должны почувствовать вот эту шизофренно-генную кровь у себя на клыках, чтобы понять, что с тобой можно что-то делать, что ты внушаем. Это то, что называется идеомоторные пробы. То есть, если в гипнозе идеомоторные пробы – это какие-то пробы, какие-то техники для того, чтобы понять, там, тебя болтают или нет. У тебя там зрачок, например, реагирует на какие-то мои пассы или нет. Если, ну, реагирует, то я могу спокойно дальше продолжать. Здесь то же самое. Эти люди с самого начала пробуют какие-то вещи делать, немножко подвешивают тебя, немножко тебя грузят сверху, заговаривают. Например, они могут говорить с очень серьезным видом про какой-то бред, и ты не можешь понять. Наверное, я что-то не понимаю. Он с очень серьезным лицом мне рассказывает про то, какую он для своих новых лыж клевую мазь, клевый воск купил. И он разговаривает с тобой 40 минут про это, или там про какую-то еще чушь, про то, какой пастой начищать покрышки в детейлинге. Ты не понимаешь. Наверное, я что-то не понимаю. Моя самооценка падает, я начинаю грузиться. А потом за 3 минуты он в проброс говорит, да, вот этот, значит, мы решили, условия будут такие, здесь надо подписать и так далее. Все, я ухожу. Понял, понял. Это отдельное семейство. То есть, я… Как раз четвертое. Я свожу тебя, да, я свожу тебя с ума несоответствием. Я перегружаю, так или иначе, в любом случае, все эти семейства, они так или иначе, это называется дезадаптация. Я мешаю работать психике. Я ее расщепляю, я ее перегружаю, я ее подвешиваю для того, чтобы она не работала, для того, чтобы ты был более глупый, более внушаемый и так далее. Некоторые люди, исходя из вот этой своей неосознанной компетенции, они даже в быту так себя ведут. Вот я реально с некоторыми людьми встречался в нерабочем контексте, они ведут себя то же самое, точно так же. Приходишь, то же самое в гости, допустим, и тебя на входе маринуют, по привычке маринуют тебя 20 минут. Да, я тебя очень рад видеть, подожди, подожди, еще чуть-чуть, подожди, вот сейчас все будет и так далее. И ты сидишь там 40 минут. А это один из способов понижения самооценки, заставлять ждать. Это как, знаешь, фильм показывает, кто-то пришел на встречу, его там держит, секретарша не пускает, он уже усталый, его пускают. Важно помариновать. Ты должен посидеть в очереди для того, чтобы знать свое место. Сотрудников выдерживают, например, для того, чтобы к тебе вошел более лояльный сотрудник, он должен постоять в очереди и посмотреть. Ну, может быть, моя просьба о повышении зарплаты, может быть, какие-то изменения в работе, может быть, не так уж и важны, и ты заходишь уже реально уставший и обесцененный. Это один из способов понижения самооценки. Поэтому, если ты их знаешь, грубо знаешь, алфавит знаешь, у тебя появляется шанс их отследить. А если ты их не знаешь, что это вообще бывает такое, мне некоторые люди в комментариях пишут, почему я учу людей злу. Хочу сказать, те, кто это уже делают, они в курсе. Они уже в курсе. Ребятки, вы обратите внимание, для того, чтобы это рассмотреть, когда вас грузят, для того, чтобы вы не потерялись. По сути, для защиты. Да, это прививка. Ты обязан испытать это на своей шкуре. Ты обязан пройти через этот опыт для того, чтобы твоя психика потом это распознавала. Знаешь, какой хороший, мне кажется, вопрос? Зачем вы вообще пришли тогда, вообще такие запросы ввели и наткнулись на твои видео, если вы с этим не сталкиваетесь? То есть, вы же как раз-таки наткнулись на тебя, скорее всего, потому что где-то это испытали, и теперь хотите защититься от этого. То есть, у меня такая логика. То есть, зачем обвинять тебя в том, что ты учишь плохому? В первую очередь... Тогда бы они с этим не встретились, если бы они считали, что... А есть люди, у которых есть потребность быть обиженными, обвинять, быть такими правдорубами. Есть у людей такая потребность? Слушай, а можешь как раз тогда, может быть, топ своих, знаешь, каких-то манипуляций, которые тебе пробуют в комментариях писать? Или они все скучные, и все там сводятся к обвинению, вине, или бывает что-то интересное? Нет, слушай, на самом деле у меня в комментариях очень тепло. Очень много сердечек, очень много поддержки. Мне прям нравится. То есть, если в самом начале было непонимание, вот году в девятнадцатом, может быть, двадцатом немножко, то есть сейчас атмосфера очень теплая. Если говорить про топ-манипуляции, естественно, номер один вообще везде, в быту, в медиа, самый грубый, самый мощный прием – это воздействие через эмоции социальные регуляторы, это стыжение, обвинение. То есть, например, если взять из транзактного или транзактного анализа вот эту модель внутренних эгосостояний, знаком? Нет. У каждого человека есть условно, это модель такая, эгосостояние. Ребенок, взрослый и родитель. Если мне нужно с тобой пообщаться на равных, если мне хочется с тобой выстраивать отношения несозависимые, без доминирования, я с тобой разговариваю как взрослый с взрослым. С уважением, я тебя не критикую, не обвиняю, я как-то создаю близость, отношения, говорю про свои эмоции, включаю в себя, поддерживаю и так далее. Если мне нужно, чтобы ты почувствовал себя ребенком зависимым, чтобы причинить тебе боль, чтобы ты слушался, я вхожу в свою позицию, в свою роль такого критикующего, а может быть и любящего, но родителя. То есть я подбираю под тебя отмычки. Возможно, если я начну тебя обесценивать, критиковать, сравнивать с кем-то. Ну, слушай, там, видали и получше, а можно было по-другому, а что это такое, а почему-то, ну и так далее. Я начинаю тебя оценивать, я таким образом пытаюсь сместить тебя в эгосостоянии ребенок, чтобы ты перед... А если у тебя был опыт в своей семейной системе, в своей семье, где с тобой делали то же самое, ты довольно быстро туда рухнешь. Если, допустим, на обесценивание, на сравнение ты не реагируешь, я могу включить заботливого родителя. Давай я тебе позабочусь, а давай я это сделаю, а давай я это сделаю, а давай я тебе подскажу. И я смотрю то же самое, идиомоторные пробы. Я смотрю, как ты на это ведешься. Я могу либо через заботливого родителя сделать тебя ребенком, либо через обесценивающего, критикующего родителя сделать тебя ребенком. И когда я сделал тебя ребенком, я могу уже контролировать, я могу управлять тобой, ты уже будешь передо мной действительно ребенок. Соответственно, если я хочу сделать из тебя родителя, перевесить на тебя ответственность, я могу включить, ну, мне вот так вот тяжело, ну, почему ты вот не сделаешь? Как вот ребёнок начинает конючить. Я включаю своего внутреннего ребёнка для того, чтобы в тебе включить внутреннего родителя. Если мне нужно перевесить на тебя ответственность. Соответственно, номер два, если первое – это стыжение, стыд и вина. Номер два – это смена ролей. Это воздействие на роли. Это перевешивание ответственности. То есть так или иначе, если мы говорим про бытовые манипуляции, они связаны с виной, со стыдом и с перекладыванием ответственности. Ты должен быть виноват, ты должен стремиться искупить свою вину. Ты должен быть слабым, ты не должен опираться на себя, ты должен быть послушным, поэтому ты не должен считать себя окей. И на тебе должен висеть долг, и тогда ты удобен. Вот если рассмотреть манипуляции бытовые, то, наверное, 80% на этом стоит. Так или иначе. И, соответственно, в комментариях тоже такие, если это бывает. Слушай, здесь то же самое. За некоторыми комментариями видна боль. За некоторыми комментариями читается, мне самому больно сложно, я не могу с этим справиться. И эти фразы, они из боли исходят. Поэтому иногда я пишу, как я могу вам помочь, что вам подсказать. Спасибо, что поделились. Вижу, вам непросто. Спасибо. Ну и так далее. То есть, если видно, если читается между строк, там, Антон, мне больно, и это всё в такие фразы, в такие формулировки оформлено, то нет смысла как-то полемизировать. А если тебе скажут, ну как ты можешь помочь? Ты должен выйти на улицу, там, остановить свое правительство, ещё что-нибудь. Это человек в аффекте. Это аффект. Если человеку очень больно, если человеку настолько больно, что эмоции привели к тому, что контроля уже нет, любой человек может быть доведён до ситуации, до аффекта, когда контроль теряется. Аффект – это сильная вспышка, сильно кратковременная вспышка эмоций, при которых человек теряет контроль. Всё, точка. Человеком управляет его эмоции. Хочешь управлять человеком, управляй его эмоциями. У человека конечный фонд мощности, фонд внимания. Поэтому если я буду тебя постоянно злить, пугать, злить, пугать, злить, пугать, опасность, несправедливость, опасность, несправедливость. У тебя твоё отбирают. Тебя несправедливо лишает твоего. Тебе угрожает опасность. Всё, ты не будешь соображать. С тобой нельзя будет разговаривать с позицией взрослой-взрослой. Тебе нужно, а тебе нужно будет позаботиться, дать тебе отдышаться, позаботиться о тебе. Я тебя вижу, я тебя слышу, я вижу, что тебе страшно. Это действительно страшно. Это действительно страшно и точка. Это действительно плохо и ужасно и точка. Я тебя слышу. То есть первое, как можно реагировать – Я тебя вижу, я тебя слышу, я тебя понимаю, я с тобой. Точка, я остаюсь. Всё, здесь не нужно переубеждать никого ни в чём. Слушай, а вот если какие-то защиты от провокации и манипуляции, можешь ещё примеры привести, такие стандартные? Как я понимаю, один из стандартных – это просто не отвечать, да? Но по сути ты это, как сказать, ты сам должен решать от своего ресурса. Есть у тебя энергия и желание ответить, можешь, да? Нет, можно отвечать так, наверное. Смотри, прежде чем что-то ответить, можно задать себе вопрос. Зачем? Вот прежде чем что-то в принципе сказать, важно задать себе вопрос. Зачем я буду это говорить? То есть цель у меня какая? Второй. Почему? Что привело к тому, чтобы я это говорил? Не манипулируют ли мной? И третье. А последствия этого будут какие? Если то, что ты собираешься сказать, не проходит хотя бы один из этих трёх фильтров, нет смысла ничего говорить. Лучше ничего не говорить. Это и есть одна из видов защиты. Даже если ты понимаешь, что ты хочешь нанести добро, причинить добро, даже если ты понимаешь, что человеку информация нужна, но это приведёт к эскалации, это приведёт к боли, это приведёт к чему-то плохому. Не нужно. Делай то, что... Вот можешь помочь – делай. Не можешь помочь – не делай плохо. Ну, соответственно, вот эти примеры, где ты говорил, да, где ты отвечаешь так с эмпатией, да, они именно, ну, они изначально написаны как-то уважительно и более-менее нормально, да? Поддержка, да. А если о ней уже как-то пишутся манипулятивно, то ты даже отвечать не будешь. А вот если тебя это триггерит, если тебе от этого больно, это уже тебе звоночек. Насколько ты устойчив. Если тебе что-то причиняет боль, и это неадекватная боль, эмоции не соответствуют триггеру, это... Здесь можно сказать спасибо тебе огромное, там, брат или сестра. Указал мне, да? Ты мне показал, что у меня ещё болит, я с этим пойду к своему психотерапевту или своим психотерапевтам разбираться. Говорит, что, слушай, что-то вот такая ситуация, у меня как-то... Моя реакция немного не соответствует опасности, моя реакция не соответствует посылу. Что-то, наверное, во мне какой-то перенос сработал, что-то во мне болит. Что-то я сам ищу, наверное, на что обидится. Может быть, сам ищу по поводу чего пострадать и так далее. Потому что и обида, и тревога, и боль, и гнев могут быть привычным способом чувствовать себя. А вообще во всём человековедении или психологии есть какие-то отдельные разделы, не знаю, науки или дисциплины, которые изучают конкретно манипуляции? Или нет такого, знаешь, что-то... Слушай, если ты знаешь, как это устроено, ты сам уже можешь придумать, как этим манипулировать. Посмотри, если ты знаешь, как работает восприятие, как работают функции мозга, функции психики, что такое потребности, к чему на уровне нейрофизиологии, не знаю, надо как-то попроще изъясняться, приводит, как работает вообще твой мозг, что такое психика, как работают некоторые её функции, как что-то такое память, как она работает, как можно менять память, что такое мнение, что такое мышление, как оно формируется, что такое восприятие. Если я понимаю всю эту механику, я могу это применять для того, чтобы просто перевести свою коммуникацию на другой уровень, чтобы ты меня понимал, чтобы я тебя понимал, я тебя считывал, чтобы наша коммуникация была эффективной и мы с тобой были счастливы. Это можно применять для решения проблем, это можно применять, допустим, для перепрограммирования, если человек от чего-то страдает, освободить его от этих страданий, для терапии можно применять, это можно применять для решения своих вопросов, допустим, продажи, маркетинг, медиа, все то же самое, если я понимаю, что человеку важно. Самый быстрый способ привлечь внимание это легкие деньги, легкая власть, впечатление, быстрые изменения, постоянные изменения и большая яркость. Я понимаю, что на втором пункте я привлек внимание, то есть первое, понимание потребности, и второе, управление вниманием, то управление восприятием, управление мышлением. За этими блоками стоят наши убеждения. Если я понимаю, как убеждения наши выстраиваются, как их выявлять, как их изменять, как их ломать, разбирать, как на их месте создавать другие, моя коммуникация переходит на другой уровень. Я могу убеждения, нет смысла спорить с человеком. Я вижу, на каких фокусах языка, допустим, на убеждениях он разговаривает, я их ломаю, просто зная один из инструментов. То есть все эти технологии можно в уже такие упакованные инструменты, в упакованное оружие такое перевести. Допустим, шизофреногенные паттерны – это частный случай приема психологического насилия, уязвимости, механизмов уязвимости психики. Допустим, работа с убеждением можно перевести в 14 фокусов языка, в том числе боевых фокусов языка. Если мы говорим про когнитивное воздействие, мы можем из первого и второго вычленить 3-4 главных способа нанесения когнитивного удара. И это как раз будет связано с когнитивными искажениями тоже, грубо говоря. Зная их, ты можешь манипулировать по вот этим всем искажениям. И когнитивные искажения тоже самое. Это классно, широко, глубоко описанный по факту инструмент. Это огромное количество материала, адаптированное для того, чтобы ты, я и любой другой человек мог это взять. То есть, например, изначально берешь, открываешь книжку Даниэля Канемана, прочитаешь ее от корки до корки. Имеешь ли ты после этой книжки навык? Скорее всего, нет. А если ты уже переработанные, многократно переработанные материалы изучаешь, где тебе объясняют, почему так происходит, как это происходит, дестипизация на 4 блока, под каждым блоком тебе логично объясняют, например, если у тебя есть переизбыток информации, то у тебя с точки зрения выживания нужно было от чего-то освобождаться, нужно было на что-то закрывать глаза, что-то, где-то ты слепнешь и так далее. Это для тебя превращается в твой инструмент, инструмент, которым ты можешь пользоваться для достижения своих целей и так далее. То есть, материалов огромное количество, но есть уже готовые инструменты, в которые упакованы переработанные механики. Техники вербовки, техники калибровки, техники работы собреждения фукса языка, шизофреногенные паттерны, когнитивные искажения, техники наведения транса, да и главное, и всё. Что ещё? То есть, грубо говоря, какой-то отдельной дисциплины по манипуляциям нет, но всё, что связано с манипуляциями, входит в НЛП, в социоинжиниринг и когнитивную психологию. Если ты вот эти вещи изучаешь, то, скорее всего, ты про манипуляцию будешь знать достаточно. Чем мне нравится термин социальная инженерия, даже само определение, это междисциплинарное направление, нацеленное на познание человека, управление человеком, на создание социальных механизмов, социальных структур и управление этими социальными конструкциями и механизмами. Междисциплинарно. Я из всех дисциплин, из медицины, из СМИ, из психологии, из психоанализа, из гипноза, из психотерапии, из транзактного анализа, из всего, выдергиваю всё, что мне может пригодиться для того, чтобы я познавал человека, я мог на него воздействовать, я мог им управлять, я мог из этих единиц людей создавать социальные конструкции, механизмы и управлять ими. Могу это делать во зло, могу из них делать социальную бомбу, могу делать во благо, создавать огромные классные компании, корпорации или службы, которые будут приносить добро и так далее. В зависимости от заказчика, в зависимости от архитектора. А провокация – это как какой-то подраздел манипуляции, семейство или что-то отдельное? Да, один из способов. Слушай, как можно воздействовать на другого человека? Можно работать с тем, что есть. Допустим, я изучил тебя, и через провокацию я могу играть на твоих струнках потребностей, просто зная, как ты будешь отвечать. Я буду вкидывать в твою открытую психику какие-то зернышки, зная их ответ – провокация. Это один из способов. Могу действовать по-другому, через наведение или индукцию, то есть как работает гипноз. Я просто начинаю лить на нужную мне мельницу воду для того, чтобы твое состояние сознания изменилось. Может быть, травмирование твоей психики. Я знаю уязвимости твоей психики, я знаю, как ее можно травмировать, расщепить, подавить, я это делаю. Поэтому это просто один из частных случаев способа воздействия. Самый простой, самый быстрый, самый легкий, все остальные намного тяжелее, поэтому спровоцировать человека намного проще. И можно такое сделать? Если ты человек, допустим, публичный, как мы с тобой, во-первых, мы просто люди, и всем свойственно ошибаться, или что-то заблуждаться, или ошибки какие-то запускать. Но если ты публичный, и, грубо говоря, у тебя какое-нибудь видео было, где ты что-нибудь сказал, то любым человеком можно провоцировать. Взять что-то, вырвать из контекста, писать и сказать, а вот в таком-то виде ты что-то там такое-то сказал, или а как вот то, что ты там, допустим, сейчас написал, сырвется с тем, что ты там сказал в другом. Короче, грубо говоря, всегда можно найти способ, как манипулировать или спровоцировать. Да. Во-первых, любым человеком, а если ты публичный, так тем более, да? Конечно. То есть, я имею в виду, что, знаешь, тебе могут там появиться такие мысли, может, действительно что-то не то, да, там пойдешь... В принципе, иногда действительно ты можешь, допустим, совершить ошибку, тебе на нее указали, если это, как сказать, конструктивная критика, ты там заметил, сказал спасибо, исправил, да, там понял, поставил галочку себе. А может быть, просто цель тебя расшатать, да, и в какой-то спор втянуть? Никто не может не реагировать. Воздействовать можно на любого человека. Если тебе уже тяжело, допустим, от тех провокаций, которые в тебя летят, ты задаешь себе вопрос, как я могу о себе позаботиться, что я могу с этим сделать? Может быть, нанять там модератора, может быть, как-то изменить свой подход, сколько ты времени этому уделяешь и так далее. Спровоцировать можно любого человека, просто исходя из того, что у нас есть универсальные кнопки, универсальные струнки нашей психики, и если наши глаза и уши открыты, то мы под воздействием. Мы не можем этого избежать никак. Но при этом есть некие антивирусы, есть некие механизмы, которые помогают быть более устойчивым. Есть такая штука, называется молитва гештальтиста, которая помогает отлепить свой мозг от мнения другого и вообще от психики другого. Помогает выйти из слияния с другим. Звучит примерно «Я – это я, ты – это ты, я делаю своё дело, ты делаешь своё дело». Если нам было суждено быть вместе, что-то делать вместе, я благодарен этому опыту. Если нам суждено расстаться, значит, так тому и быть. Потому что у тебя своя дорога, у меня своя дорога, я – это ты, ты – это ты. Если нам суждено расстаться, значит, ну или там не совпасть, значит, так тому и быть. Этому нельзя помочь. Там разные есть формулировки, но суть в этом. Если вычленить, сделать более просто, то я имею право не нравиться тебе, я имею право тебя не любить, я имею право быть неудобным для тебя, ты имеешь право страдать от того, что, там, я говорю, ты имеешь право иметь какое-то другое мнение, ну и так далее. Я таким образом снимаю себя с ключка обслуживания твоих неврозов, обслуживания твоих эмоций. Твои эмоции – это твои эмоции. Ты имеешь право меня не любить, ты имеешь право страдать, ты имеешь право быть недовольным мной. И я – то же самое. Я имею право быть недовольным тобой, я имею право думать как-то по-другому. То есть, это вот такой пример здоровой установки, да? Помогает, да. Это некая прививка. В любом случае мы социально включены в других людей, в любом случае нам важно, что о нас подумают окружающие. Поэтому это влияет только на устойчивость. Если, допустим, ты купаешься в кортизоле, в негативе, в ненависти от других людей, ты всё равно просолишься, всё равно тебе будет тяжело. Но если, допустим, 10% там-то аудитории или 1% аудитории говорит что-то негативное, то это точно поможет. Я вижу, это ваше мнение. Есть некие техники базовые для переговоров, самые базовые, которые помогают. Допустим, если меня стыдят и винят, вижу, вижу, ваше мнение такое. То есть, я демпфирую, я останавливаю, и я называю вещи своими именами. Это всего-навсего твоё мнение. Поэтому вижу, у тебя мнение такое, но мне жаль, что у тебя такое мнение. Или, наверное, можно сказать прямо, почему ты меня стыдишь. Это тебя уже в диалог ввели. Если у тебя нет цели в этом диалоге находиться, ты можешь таким образом его остановить. Вижу, ваше мнение отличается от моего. Вижу, и такая точка зрения тоже имеет место на существование. Как ни странно, и так тоже наверняка можно было бы при каких-то обстоятельствах подумать. Хороший вопрос. Следующий вопрос. Понял. По факту утилизации. Другие более грубые, другие способы ответы уже более грубые. А, например, какой-нибудь? Например, ну, слушай, например, например, коллапс. То есть, ты меня винишь в чем-то? Ну, в чем ты меня можешь винить? Обвини меня в чем-нибудь. Ну, вот мы забыли телефон убрать. Вообще, я себя виню, но могу сказать, ты забыл убрать телефон. Из-за этого у нас там звук испортился в какой-то моменте. Ожидаешь ты от меня чего? Что? Я начну стыдиться и виниться, правильно? А коллапс я даю противоположную реакцию гордостью. Круто я запорол все у тебя здесь, да? Я прихожу, я запарываю везде. Все, теперь ничего не получится. Круто? Я противоположную реакцию даю. Это коллапсирует. Это нарушает ожидания. Это разрыв шаблона. Или, например, гротеск. Я утрижеванно довожу это до абсурда. Да. Вообще, в принципе, все, что у тебя в жизни не получается, оно не получается из-за меня. Вот все, вот у тебя вот квартира именно таких размеров, именно из-за того, что я в твоей жизни должен был когда-то появиться, для того, чтобы мы сидели здесь. Все в твоей жизни плохое или недостаточно хорошее из-за меня, из-за моего телефона. гротеск. Они более грубые. Это более яркое посылание. Скажем так, можно начинать, если у тебя нет желания там поконфликтовать как-то, можно начинать с того, что мы называем вещи своими именами. Вижу у тебя такое мнение, вижу у тебя такие переживания, вижу у тебя такая точка зрения. Понимаю. Разные бывают. Окей. И можешь какие-то основные базовые принципы эмоциональной гигиены назвать. Это, кстати, связано с информационной гигиеной или это разные совершенно вещи? В принципе, если мы говорим про гигиену, мы так или иначе, помимо нашей биологической гигиены, говорим про информационную гигиену, про гигиену окружения и эмоциональную гигиену. Так или иначе, мы в любом случае говорим про одно и то же. Моя жизнь состоит из того, о чём я думаю, что я чувствую, что я делаю, чем я окружён. Точка. Если я хочу жить по-другому, пожалуйста, как-то, наверное, стоит именно этим специально свою жизнь не наполнить, а не тем, что льётся из большой трубы само. Если что-то в мою жизнь само льётся вынужденно, нужно прикрутить кранчик. Например, смотри, у меня чёрно-белая схема, у меня нет цветов. у меня тоже такое есть. Я прикрутил кран, потому что он мне не нужен. Я не хочу, чтобы моя психика слишком много дофамина получала из-за мобильного телефона. Поэтому я выключил цвета. Если я, допустим, понимаю, что в моём окружении там, из десяти человек два человека меня грузят, два человека делают мою жизнь несчастнее, я с ними заражаюсь токсичными, негативными эмоциями и чувствую себя плохо, я здесь имею право позаботиться о себе, воспользоваться правилами, правилам гигиены окружения и с ними не общаться по любой причине. Если, допустим, по той же причине мне необходимо в моём окружении больше талантливых, счастливых, здоровых людей, я смотрю, где я могу с ними пообщаться. Например, завтра мы поедем на митап. То же самое. Гигиена заключается и в том, чтобы выкинуть из своей жизни то, что мешает, и в том, чтобы включить в неё то, чего не хватает. Если мы говорим про эмоции, все эмоции хороши, все эмоции нужны, они все функциональны, но если я понимаю, что я купаюсь в кортизоле в тревоге с утра до вечера, кортизол меня инфицирует, у меня уже возникает привычка тревожиться. Это всё подкрепляется разными усугубляющими темами, которые создают уже даже тревожность как расстройство, как проблему, как привычку. Наверное, стоит как-то посмотреть, а что именно меня тревожит, какие новости я читаю, с какими людьми и о чём я говорю и так далее, и уже это контролировать. И здесь мы переходим к информации, потому что все наши эмоциональные реакции запускают информацию входящую. Если я понимаю, что я с утра до вечера с открытым ртом смотрю про ненависть, смотрю про убийство, смотрю про страх, смотрю про всё про это через какое-то время, я буду недееспособен. Я никому не смогу помочь, будучи недееспособным. Я сначала должен позаботиться о себе, чтобы иметь возможность позаботиться о других. Если я понимаю, что я это не вывожу, всё, я вычёркиваю это из... Я настраиваю эти краны. Допустим, какие-то источники информации я убираю вообще. А если говорить про тотальную гигиену, я могу в целом начинать с нуля. Я убираю в своей жизни максимум раздражителей, которые я могу убрать. Если даже меня раздражает как хлам в квартире, приберись сначала, прежде чем плакаться по поводу депрессии и тревоги, сначала уберись вокруг себя, сделай вокруг себя обстановку хотя бы не унылую. Я убираю максимум раздражителей, естественно, гаджеты, естественно, всё это, весь этот суп кортизольный, который вокруг меня есть, устраиваю, допустим, себе детокс дни на 7, и потом уже я принимаю решение для моих целей, какая мне нужна информация, эмоции и окружение. И по чуть-чуть включаю с нуля какие-то экраны. Допустим, какие-нибудь книжки мне нужны, какие-то всё-таки видеоролики других людей мне тоже нужны в таком-то объёме, и я по чуть-чуть начинаю эти экраны. Я начинаю сам быть заказчиком в своём кинотеатре, а не просто сидеть как в заводном апельсине с открытыми глазами. И мне туда вливают то, что кому-то нужно. Немного перепрыгнем, но просто интересно, мне был выписан этот вопрос. У тебя есть видео про предавать себя. Правильно понимаю, это термин вообще откуда из гештальт-терапии или что значит предавать себя в разрезе психологии или гештальт-терапии? Ну, смотри, функционально наша психика работает каким образом? У нас есть потребности, мы их чувствуем, через наши эмоции и переживания я понимаю, что мне сейчас хочется. Но, если я нахожусь в слиянии, если я нахожусь в зависимости, то есть, что такое зависимость? Зависимость это когда я себе говорю нет для того, чтобы сказать тебе да. Потому что я знаю, что если я... Ущемлять себя в чем-то. Да. Потому что я знаю, что если я скажу тебе нет, я потеряю отношения. А зависимость, как бы, она... Мы говорим про зависимость, когда потерять отношения с тобой, с другим человеком для меня невыносимо. Значит, я в зависимости от этого нахожусь, ну, от тебя нахожусь. Поэтому я предаю себя, когда я делаю выбор... Вот я себе говорю нет для того, чтобы сказать тебе да. Потому что страх потерять отношения с тобой для меня невыносим. Не переживаем. Это боль, даже теоретическая боль для меня невыносима. Мне намного проще предать себя, предать свои интересы, предать свои потребности и так далее. Но это дорожка в слиянии. Там в созависимых отношениях. В зависимых отношениях плохо обеим сторонам задыхаются обе стороны. Нужно... Вот в функциональных отношениях мы можем, мы имеем право, если нам хочется приближаться, а если нам душно, чуть отдаляться. Отношения таким образом дышат. И, как я понял, это может быть предавать себя не только в отношениях с человеком, но и, допустим, с работой, с деятельностью. Конечно. Так ты можешь быть в слиянии с работой, в слиянии с начальством, в слиянии с компанией, в слиянии с чьими-то неврозами. Ты можешь... Если ты понимаешь, что ты не знаешь, зачем ты это делаешь, просто по привычке или потому, что другому нужно, то ты с кем-то слился, то ты от чего-то зависишь. А невроз и психотравма это синонимы или разные? Нет. Смотри, невроз это хроническая неспособность удовлетворять свои потребности, что приводит к хроническим переживаниям. Когда нет невроза, когда человек функционально свободен, у него возникают какие-то потребности, по поводу этих потребностей возникают чувства, эти чувства побуждают к действиям на удовлетворение потребностей. Я пробую, даже если у меня один раз не получается, второй, третий, я рано или поздно научусь. То есть наш внутренний механизм творческого приспособления приводит к тому, что мы научимся в конечном итоге удовлетворять наши потребности и будем счастливы, чувствовать себя хорошо. Невроз — это некое расстройство, некая поломка, неправильно работающий механизм вследствие разных причин, что приводит к тому, что я хронически не удовлетворяю свои потребности, хронически чего-то не получаю, хронически не могу избавиться от чего-то плохого, от чего хочу избавиться, хронически не могу получать то, чего хочу получать. Причины невроза возможны. Это и родительские программы, родительские установки, это могут быть травмы, это непереносимые и неперенесенные эмоциональные события, это могут быть незавершенные гештальты, незавершенные отношения. То есть внутренний блок – это синоним невроза получается, да? Что такое внутренний блок? Вот просто тоже, как я понял, ну это вот когда… Я этот термин тоже у тебя услышал, но как я понял, это когда человек просто ставит себе какую-то границу в чём-то, чего хочет. Ну установка, то есть смотри, моя установка, моё убеждение может звучать как? Таким быть нельзя, таким это невозможно или я этого не достоин. Можно называть это блоком, можно называть это установкой, можно называть это программой. В терминах НЛП, в терминах фокусов языка – это убеждение. Убеждение – это некие правила вокруг моей какой-то потребности. Например, деньги – это зло, деньги – это грязь, деньги – это свобода, деньги – это счастье. Это разные убеждения вокруг одной и той же потребности. Деньги. Соответственно, если мне с этими убеждениями, этими внутренними установками счастливо живётся, значит они адекватны. А если я испытываю страдания, невроз, то вполне может быть, что у меня неадекватные убеждения. С ними можно работать фокусами языка. А травма – это опыт, где интенсивность переживаний была запредельна, чтобы в тот момент пережить её до конца, проработать. Это часто околосмертный опыт или опыт, который воспринимался как околосмертный. Например, когда, возможно, детская травма была связана с насилием со стороны родителей, она, может быть, фактически не была связана с возможностью смерти, но она воспринималась так, потому что для родителей, для детей такой опыт может восприниматься как околосмертный. И это может нанести травму. Это запредельный с точки зрения интенсивности эмоций опыт. И с ним можно работать точно так же, когда ты вырос, когда ты уже опорный, когда ты уже автономный, когда у тебя уже есть внутренние ресурсы, может быть, у тебя уже есть ещё семья, у тебя больше поддержки. Опираясь на это, я могу вернуться в своё прошлое, в этот опыт и переработать его, так освободиться, пролечить, излечиться, переработать эту травму. Собственно, психотерапия этим занимается. Вот немного про родителей. Можешь объяснить? Потому что, как я понимаю, не бывает идеальных родителей и детей всегда какие-то там могут быть, что так или иначе приведёт к травме, или кто-то это воспримет как травму или ещё что-то. Но вот опять же, знаешь, мне в какой-то момент показалось, что, может быть, я таких людей встречал сам. Мне кажется, я на этом акцент такой не делал, хотя я понимаю, да, если начать ковыряться, что точно есть что-то, какие-то там загоны, неврозы, которые мне передались от родителей, да, и некоторые из них я знаю. Но у меня нет такого, знаешь, что вот я прям виню родителей в своих каких-то проблемах, да, потому что я понимаю, ну, они вот что могли, как могли, так и воспитывали, да, и больше они хорошего в любом случае дали. Но у некоторых людей я видел, что вот прям, знаешь, они вот прям очень зациклены, вот и уверены, что вот у них жизнь как-то не так пошла, потому что родители виноваты. Вот, как считаешь, это тоже каждый случай индивидуальный или действительно где-то есть какая-то мода обвинять во всем родителей и таким образом, знаешь, ответственность себя убирать. То есть, знаешь, это как будто может это, ну, то есть такое какое-то манипуляция, обвинение родителей во всех своих грехах, да, то есть снятие себя ответственности. Где-то, может быть, инфантильность какая-то, что ты не можешь просто взять, ну, свою жизнь в руки, да, и всё время до сих пор идёшь там, вспоминаешь что-то про родителей. Ну, в твоём вопросе очень много ответа. Ну, вот это я просто свои мысли, да, выразил. Если у человека, если в человека не вмещается какое-то количество ответственности, вины, боли, человек может размещать эту ответственность и боль в других. Если он по-другому не может, по-другому не умеет, пока не умеет, не научился ещё, может это делать из боли. Я просто немножко сейчас не понял, на что именно отвечать, потому что ты как будто бы задал вопрос и на него ответил. Да, в общем, вопрос, наверное, такой, то, что популярно достаточно искать все проблемы в детстве и в каком-то неправильном воспитании родителей, это больше хороший тренд, или из-за него появились новые виды проблем, когда всё перекладывают на родителей. И это тоже, как бы, теперь, ну, психотерапевты это заметили и теперь с этим работают, знаешь, когда люди всё на родителей перекладывают и... Смотри, в этой истории как будто бы сильно сужаются рамки. Если тебе плохо, если у тебя есть какие-то эмоции, которые явно неадекватны, если у тебя по поводу другого человека есть какие-то эмоции, которые говорят о том, что ваше отношение не разобрано, иди и разбирай. Твои эмоции, твои чувства, твои ощущения рассказывают тебе, что происходит и побуждают тебя делать соответствующие вещи. Если, например, я чувствую, что у меня осталась обида на маму или обида на папу или какие-то другие токсичные эмоции, которые мной управляют, у меня есть люди, которые меня проассистируют, которые будут моими операторами, и у меня есть технологии для того, чтобы всё это разобрать. То есть мои ощущения сразу мне дают ответ, в чём мне делать, в чём проблема и что мне делать. То есть у функций есть три главные. У эмоций три главные функции. Первая – информационная. Эмоции мне говорят, что со мной происходит с точки зрения моих потребностей. Если у меня что-то болит, моё внимание сразу же обращается туда, где болит, о чём болит и так далее. И моя ответственность в том, чтобы рассмотреть мои эмоции. Потому что очень удобно просто других обвинять. Мне больно, потому что меня обидели. Мне больно и обидно, я страдаю вообще неудачным, потому что у меня в детстве были игрушки, прибитые к полу и скользкий подоконник и так далее. Очень-очень удобно. Но вместо этого можно просто начать слушать свои эмоции. Это первая функция. Вторая функция – коммуникативная. Мои эмоции – это моё сообщение другому человеку. Здесь важно понимать, что я другому человеку хочу сказать. Может быть, моя обида другому человеку, маме, папе, не знаю. Это фраза. «Мама, мне тебя не хватает». Или «Мама, мне не хватало тебя». Или прямо сейчас реально не хватает. Или «Мама, я хочу, чтобы ты сказала мне, что ты меня любишь». И здесь, во второй функции, нам важно научиться пользоваться этой коммуникативной функцией. Научиться выражать свои эмоции для того, чтобы давать им работать. И третья – стимулирующая, побуждающая функция. Наши эмоции побуждают нас к действиям, направленным на удовлетворение потребностей. Или на решение проблем. Что мне хочется сделать? Пойти, допустим, наорать. Или пойти к маме и сказать «ты виноваты» и так далее. Так сделай. Если просто ты реанимируешь три функции своих эмоций, тебе не нужны скрипты. Правильно обвинять родителей или неправильно. Нет, вообще, это то же самое. Мы здесь продолжаем думать про шарик и напёрстки. Обернись тебе самому как. Поэтому, если ты все эти теории, все эти скрипты заменяешь одной темой, которая называется «психология эмоций», тебе больше ничего не нужно. В психологии эмоций есть разделы. Что такое эмоции, как они работают, о чём они нам говорят, на что они нас побуждают, какие у них проявления, какие у них функции. Как их вызывать и так далее. Всё. Понял. То есть, ответ такой для людей. Если ты поправь меня и скажи «правь, не прав». Если человек часто, допустим, жалуется на родителей своих и при этом просто продолжает жаловаться, то это не очень взрослый подход. Потому что по-взрослому так. Окей, если ты понял, что это проблема, то иди её проработай и исправь, и уже дальше живи. А если ты просто живёшь, жалуясь постоянно, что ты такой и такая у тебя жизнь из-за кого-то, то это не очень взрослый подход, правильно? Ну, мягко говоря, инфантизм. Взрослый, невзрослый. Ты сейчас, знаешь, в позиции родитель, который другому говорит… Как жить. Ну, маленькому, да. Смотри, есть очень много отягчающих факторов. Например, потребность в страдании, потребность в недовольстве, потребность в обиде, она может быть написана как эмоциональная схема. То есть, смотри, все наши схемы, все наши стратегии, все наши сценарии в нашей психике уже записаны к пяти годам и оформлены к двенадцати. Все, что записалось к пяти годам, оно будет принято к исполнению. Если сейчас ты обращаешь внимание, что мой способ быть в социуме – это обида, это обвинение, задай себе вопрос. Ты имеешь право оставаться, это твой способ. Задай себе вопрос. Хочешь – оставайся, но есть другие варианты. Можно изменить этот способ. Если ты знаешь все деструктивные схемы, ты можешь от них освободиться. Если ты знаешь основные дисфункциональные эмоциональные схемы, то ты можешь… Если ты нашел себя в этих схемах, обвинять себя – это схема, эмоциональная схема. Обвинять других – это схема. Причитать, что всегда все плохо – это схема. Если она тебя не устраивает, ты можешь заменить ее на какую-то более функциональную, более свободную, более счастливую и так далее. А кого-то может устраивать такая схема. Да, кто-то может сказать… Кому-то это удобно, да, так оправдываться, грубо говоря. Он поэтому и не напрягается. Да. У человека есть право оставаться в том, в чем он находится. Более того, если ты начнешь его двигать самостоятельно, ты получишь врага. Человек в большинстве случаев ни за что не отдаст свое страдание, потому что это страдание обросло уже вторичками. У него, его психика, он на уровне мозга уже адаптировал это страдание к получению каких-то потребностей, к удовлетворению потребностей. Он уже таким способом, допустим, получает внимание. Он таким способом выстраивает отношения, привычные отношения. Таким способом, возможно, в своей голове он встречается со своими родителями, потому что они делали точно так же. Вот, мама, посмотри, я делаю точно так же. Мы здесь с мамой похожи или с папой похожи и так далее. Если эти дисфункциональные темы менять, схемы менять, это может быть намного более тяжелый процесс, чем просто в этом оставаться. В этом случае человек не примет решение. Даже если будет тебе говорить, да-да-да, я пришла к тебе для того, чтобы поменять свою жизнь, но все до тебя были козлами, и здесь можно в своей голове уже держать, ты будешь следующим, ты обречен на это. То есть все такие какие-то психологические проблемы, начиная от каких-то алкоголизма и заканчивая просто, грубо говоря, обвинением каких-то других людей, все они могут решиться, только если сам человек захочет их исправить. Я имею в виду, что со стороны вряд ли ты сможешь повлиять. Ну, в большинстве случаев. Типа, грубо говоря, знаешь, ты можешь такой смотреть со стороны, блин, мне хочется искренне помочь какому-то близкому человеку, заметив у него такую вещь, но ты до него это, наверное, не донесешь. Тут вопрос к тебе, почему, если к тебе не обратились, у тебя возникло желание, да, это уже вопрос к тебе. Что ты таким образом хочешь себе реализовать, что ты без запроса хочешь нанести счастье другому человеку. Так, это действительно одна из очень важных составляющих. Это входит в один из серьезных критериев, например, в когнитивно-поведенческой психотерапии. Должен быть сформирован, внутренняя мотивация должна быть. Опираясь на внутреннюю мотивацию, можно уже менять то, что ты делаешь, менять свои установки для того, чтобы всю эту схему из, опять же, социального инжиниринга на всех уровнях менять, потребности знать, понимать, восприятие сделать адекватным, очистить себя от искаженного восприятия, эмоции, соответственно, переучить себя, во-первых, легализовать их, освободить от эмоциональных проблем типа остановленных эмоций, хронических эмоций, на уровне тела посмотреть, а может быть у тебя какая-нибудь эндогенная депрессия, может быть у тебя там серотонина или дофамина не хватает, может быть тебе таблеточек попить, может тебе к психиатру сходить, чтобы тебя вообще предиагностировали, там взяли у тебя биохимию крови и так далее. На всех уровнях, если ты о себе позаботишься, тебе полегчает. Но если у тебя нет внутреннего запроса, ты не будешь этого делать. А если от неделания у тебя есть какие-то плюшки, от неделания ты получаешь что-то важное для себя, тебя ни за что не вытащить оттуда. Ну и последний вопрос для тех, кто может тебя не знает, то где следить за тобой и твоей деятельностью. Практически вся информация так или иначе обо мне на Ютубе, Антон Махновский. Есть еще лайв-канал, туда я загружаю то, что не попало в первый сайт, махновский.ру, ну и все остальное по ссылкам в описаниях к каждому видео на Ютубе, на основном там вся информация есть. Спасибо большое, что уделил время, что пришел. Мне было очень интересно. Спасибо, что позвал. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosti.to.com и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.